здравствуйте дорогие телезрители и здравствуйте мои любимые и тоже дорогие моему сердце подписчики канала youtube голова садовая от всей души хочу поздравить своих любимых красноярцев с наступающим новым годом сегодня канун праздника и поздравляю всех на свете с этим замечательным 2017 годом который вот-вот придет кругом кутерьма какой-то ковардак дома все носятся что-то кто-то готовит и вдруг все вспомнили а десерта нету и торта тоже а что делать а почему я выбрала именно этот десерт вы сейчас поймете нет ничего проще и легче и нет ничего нежнее и вкуснее этого творожного десерта конечно даже по названию вы понимаете что бланманже французское слово и означает она белая еда и очень уже давно на протяжении ну скажем ни одного века именно бланманже стала синонимом хорошей жизни так почему нам не попробовать тем более что нам понадобятся очень простые продукты посмотрите что у меня на столе эта чашка для того чтобы смешать то что нам понадобится это творог 250 грамм это сахарная пудра полстакана это сметана полстакана значит то есть у нас здесь еще в мисочке желатин две чайных ложки и 10 грамм ванильного сахара я надеюсь что вы все услышали и запомнили что нам нужно сделать причем этот десерт без выпечки не надо мучить себе голову все у вас получится даже тот кто в первый раз это сделает обязательно получится значит берем творог вот здесь 250 грамм я очень плотно его уложила отправляем вот сюда вот в большую миску следующая сметана ну вот такая хорошая полстакана сметаны пусть будет так и полстакана сахарной пудры почему пудры да потому что она прекрасно растворится и будет вести себя очень очень даже замечательно сахар так себя не ведет значит смотрите ну и конечно ванильный сахар почему сахар они просто ванилин да потому что вот ванилин как это не странно в пачечке открываешь там почти нет запаха а ванильный сахар всегда с сильным ароматом и я беру в руки еще одну мисочку про которые не сказала сразу вот здесь в полстакане молока растворены 2 чайные ложечки без особой горки желатина значит для того чтобы это растворилась понадобится всего 20 минут пока вы будете заниматься вот всем вот этим пока мы все это будем взбивать как раз пройдет время и для того чтобы не осталось никаких зернышек вы должны вот эту мисочку поставить микроволновку и досчитать до десяти включив ее на самую сильную микроволны кажется так это называется даже может быть и до пяти она должна быть просто хорошо теплой и вот посмотрите из этих горошков которые там плавали а он набухает очень сильно получилась вот такая жидкость молоко любой жирности разницы нет хотите жирно будет жирно хотите творог жирный пусть будет жирно значит вот это мы пока поставим потому что все что мы ввели вот в эту нашу большую миску мы должны с вами пробить блендером либо миксером либо в блендере стационарном это уж как вы захотите я уже слышу ваши вопросы у меня нет никакого блендера девочки миленькие да и ладно сито у вас найдется ну друшлаг найдется вот пожалуйста протрите все что у вас есть особенно это касается творога вот он самый главный компонент сегодня протрите его через сито ну другого варианта нет или уж трите ложкой так чтобы у вас комочков жестких и больших не было потому что блан манже это что-то между желе и суфле я бы так сказала кстати сказать детки которые ненавидят творог с удовольствием едят блан манже значит у меня есть такой блендер погружной есть и миксер естественно и я постараюсь все это ну привести в соответствие для того чтобы все получилось смотрите вот нужно эту массу сначала перемешать ну чтобы было удобнее не взбить ее нет взбивать то как раз не очень полезно и и надо просто растереть в однородную массу мы смешаем сметану с творогом с сахарной пудрой и естественно ванильным сахаром желатин в молоке самый последний туда пойдет вообще блан манже она отличается еще и тем что в него можно вводить фрукты считается что самым лучшим фруктом для этого десерта является все-таки ананас но могу поспорить мороженые ягоды являются добавкой очень хорошей является и вишня и черешня и клубника и земляника и все что вы только придумаете или то что у вас есть в наличии если вдруг у вас нету ничего в наличии а десерт хочется подать и перед гостями козырнуться какао у вас должно быть в шкафчике всегда вот сюда сейчас нужно всыпать несколько ложек какао чайных там или две три столовых все зависит от того какой вкус шоколадной вас устраивает попробуйте это сделать если ягод нет а если вы любитель шоколада ну попробуйте сделайте а если вы любитель кофе да бога ради растворимый кофе ну такие как эспрессо сорта они как нельзя кстати будут здесь в этом десерте ну вот теперь у меня в руках миксер потому что мой замечательный погружной блендер приказал долго жить почему-то хорошо что в доме всегда есть достаточно такой техники и мы попробуем на малой скорости это хороший хороший миксер потому что у него скоростей очень много попробуем максимальная скорость но прикрою рукой чтобы все не забрызгать немножко другая наверно миска нужно ну не факт ну в общем как то так почти все так же как и погружным блендером смотрите молоко с желатином полностью растворилась никаких крупинок нет и мы можем совершенно спокойно взять эту миску и очень аккуратненько понемножку не надо сразу все бухнуть туда вот уберем с краев от меня всегда беспокоит когда на края вылетает столько и тихонечко вводим такой струйкой и помешиваем все время ну вот смотрите мы все ввели можете сейчас вот размешав желатин взбивать уже ничего не надо достаточно и мешать ложкой или венчиком если вы хотите чтобы быть уверенным что желатин разошелся полностью значит посмотрите все масса однородно она как сметана и наша задача сейчас разлить это по формочкам если у вас форма есть такого фигурного каравая да пожалуйста если у вас такой формы нет да можете в такие вот салатницы можете в салатницу большую потом если ягода туда ввести вы разрежете на столе дольками как торт и это все будет доступно для каждого гостя почему речь зашла об этом десерте хочу сказать если вы вспомнили что десерта на новый год нет тогда этот рецепт ваш но вы должны вспомнить минимум за пять часов до наступления нового года подадите вы его как раз уже на праздник ему надо от трех до пяти часов чтобы застыть но открою вам еще один маленький секрет если вы сейчас введете ну сюда не надо а можно прям сюда отправить замороженные ягоды ваш десерт застынет ровно через 15-20 минут я вчера все это проверила и у меня все получилось правда ягоды потом чуть-чуть но так незаметненько из-под десерта потекли и вы сейчас увидите то что получилось ну а вот смотрите что получилось ну да это как бы было сделано очень быстро просто мгновенно и мороженое земляника введенная туда но я в каждую миску и и просто положила она ну правда прошло минут 15-20 и я решила посмотреть что с ним происходит все застыло и все получилось великолепно сюда можно украсить ягоды любые другие можете ананасик положить можете вишенку можете господи ты боже мой сами только не садитесь а так у вас все получится и я хочу чтобы ваш новогодний стол он был прекрасен и чтобы вы не устали и чтобы вы бы успели накраситься и причесаться с новым годом вас дорогие и остановитесь на мгновение новый год это волшебство и обязательно случится чудо вы только очень должны этого захотеть всего вам доброго и до свидания и до встречи в новом году